Итак, приветствую, друзья! Мы с вами продолжаем знакомиться с микрорайонами прекрасного города Сочи. Данный видеоролик, наверное, скорее всего, будет короткий. И мы с вами сейчас прямо с центра. Это у нас жилой комплекс «Премьер». В простонародье называется «Титаник». Это вот та самая улица Нагорная, где прям реально очень все стоит дорого и круто. Мы сейчас попробуем доехать с вами до района, который называется «Злая Соболевка». Посмотрим, почему же у нас выбирает данный микрорайон, почему нас выбирает и стоит ли его рассматривать. Смотрите, вот здесь цена примерно 700, 600, 800 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от жилого комплекса. Вот такие цены. Что-то еще машет, да? Видели, да, таксисты такие охеревшие? Прям хочется выйти, прям тащить, я не знаю. Хотел на позитиве. Такие еще едут, еще что-то там, не знаю. Может, там, конечно, знак другой, может быть. Но я не видел у себя знак, чтобы у меня был знак «Уступи дорогу», если честно. Ну, да ладно. А может быть, если я должен уступить дорогу, тогда уж извиняйте меня, пожалуйста. Не увидел я там знак «Уступи дорогу». Надо, кстати, потом вернуться посмотреть. Ну что, вот у нас, смотрите, здесь у нас один из самых бюджетных жилых комплексов, вот с левой стороны, на Красная улица 2. Ну и вот такая дорога, дорога стыда и разврата. Но мы в целом быстро можем попасть именно в микрорайон Соболевка. Микрорайон Соболевка, микрорайон как бы изначально предназначался для садоводчества. Там нет ни одного жилого многоквартирного дома, который был построен при советской власти. Это все были больше про участки, больше было про дачи. Но в один прекрасный момент поняли, что, блин, оказывается, там можно строить те самые и жилые помещения и так далее. Соответственно, дорога здесь оставляет лучшего, да, как бы, само собой, здесь нет тротуаров, ничего. Ладно, хоть это дорога с односторонним движением, было время, когда она не была, дорога с односторонним движением. И, конечно же, как бы ехать не совсем комфортно. Но, 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 кого дергает, как говорится, чужое горе. Мы с вами сейчас спокойно проезжаем и буквально, наверное, минут через 5-6 мы с вами окажемся в том самом микрорайоне, который называется Соболевка. И если так вот судить, да, если прям хочется максимально близко к центру, да, но на центр денег не хватает, то Соболевка хороший вариант. Я вам серьезно говорю, Соболевка хороший вариант, да. Особенно, кому там без разницы, там, типа, доездные пути, кто не будет каждый день там разъезжать. Вот они, раз, и вот первый у нас, в который вырос самострой. Потому что эта земля у нас ИЖС. Ну да ладно, кого дергать, чужое горе. Здесь у нас выросли те самые апарт, апарт-отели. Сначала это были гостевые дома, их выкупили, их переделали. И тем самым получились у нас апарт-отели. Слушайте, здесь прям, что-то прям гардиозное, когда вы настроили дома. Я даже не представляю, сколько они могут стоить. Еще пока даже не появились, пока еще не появились в базе. Ну, такие прям строятся, такие прям серьезные. Если здесь мы с вами перейдем налево, мы попадаем с вами в зарокзальный район. И может доехать до меня. А если поворачиваем здесь направо, то мы как раз попадаем с вами в микрорайон, который называется Злая Соболевка. Почему злая? Ну, потому что ты пока доедешься и изматеришься. Ладно, вот здесь никто машину не набросал. А бывает, что здесь машины так поставят, что ты замучишься их объезжать. И здесь, да, еще дорога с двусторонним движением. Здесь еще худо-бедно проехать ты можешь. Но, 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 сейчас мы с вами выезжаем на дорогу с двухсторонним движением. И там уж совсем все становится страшно и печально. Самое интересное, если мы будем с вами посмотреть, давайте мы с вами тоже все посмотрим. Могли бы здесь сделать, в конце концов, выезд на дублер. И не было так все страшно бы, вот если бы на дублер сделали бы выезд, было бы очень круто, как бы, и проблем бы и не было. Ну, выезда на дублера нет, поэтому приходится вот по таким вот козьим тропам добираться. Ну вот, смотрите, мы сейчас выезжаем как раз дорогу, где дорога у нас непосредственно с двухсторонним движением. Здесь у нас дорога со сторонним движением, здесь кирпич тот самый. И вот здесь уже начинается то самое волшебство. Здесь уже у нас передвигаются автобусы. Вот эта дорога двухсторонняя, чтобы вы понимали. Разъехаться здесь, если бы мы немножко не проехали, то бы мы вообще нифига бы не разъехались бы. Сверху над нами дублер курортного проспекта. И вот здесь приходится по такой дороге ехать. Для пешеходов, конечно же, не предусмотрено здесь ничего. Вот два автобуса, 13 маршрут, 14 маршрут. Сейчас надо главное ехать за автобусом, потому что автобус всех растолкает. Сейчас прямо за автобусом едем. Прямо за автобусом привязывайтесь и прямо нормально остановится. Автобусник молодец, да, смотрите, так как маневрирует. Просто едет в наглую. Да, кстати, с микрорайона Соболевка можно добраться до центра. Можно добраться до зимнего театра. А можно добраться в том числе и до завокзалевого района. Здесь есть ступеньки счастья. Ну, здесь с левой стороны я как-то по ним ходил. Второй раз я точно идти не хочу по этим ступенькам счастья. И, в принципе, если вдруг что, ребенка отправили по этим ступенькам. И он добрался у нас до школы, преодолев Ломоносовский путь. Страшно? Ну, ничего. Здесь, кстати, есть хорошая квартирка, которую я для вас снимал. Есть хорошая однокомнатная квартира. Недорого стоит, если не ошибаюсь. 7,5 миллионов рублей. Прямо реально классная квартира. Это в квартирнике, это в новом доме. Вот лестница счастья. Здесь есть у нас Green Palace. Это такой жилой комплекс, с которого, в принципе, и начал развиваться данный район. Здесь появился магазин «Пятерочка». Алло. Алло. Привет. Привет, Девят, звонил? Да. Что-то там, дочку-то видел, нет? Да, видел я, вчера видел я, сейчас, сегодня увижу. Ты мне скажи, пожалуйста, какой самый худший район для тебя? Виноградная 130, та самая яма, где у нас президент живет. Лысая гора или Соболевка, либо Рахмайнова? Что самое худшее для тебя? Соболевка. Почему? А яма, где виноградная? Ну, в Соболевка там просто так все узко, безалаберно. Я же там, помнишь, я эту машину, когда поколотили? Конфликт был. Ага. Не, Лысая гора тоже нет. Ну, это то же самое, что Соболевка. То есть, их нельзя рассматривать хуже или лучше, но они одинаковые, что с Соболевкой. Угу. Там, мне кажется, даже ситуация немножечко похуже. Ясно, ясно. Ладно, давай, сейчас этот обзор снимаю, сейчас досниму обзор, тебе перезвоню. Давай. Да, я говорю. Ну да, есть такие моменты, как бы неудобно. Но, опять же, да, данный микрорайон, как бы, находится, как ни укуси, ближе всего к центру. И за более-менее адекватные дикие. Поэтому, ну уж извиняйте, приходится с чем-то мириться. Мы сейчас с вами доехали до одного из апартаментных комплексов. Здесь продаются по более-менее адекватным ценам апартаменты. Вот здесь, где у нас магазин «Пятерочка». Сейчас мы здесь прибаркуемся нормально. Хотя, как можно нормально прибарковаться? Ну, наверное, вот здесь припаркуемся. Можно было, конечно, здесь сделать парковку. Сниму для вас. Да, 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 сниму для вас апартаменты и продолжим дальше. Вот и все. Я быстренько отснял. Ну, реально, 165 тысяч рублей за квадратный метр. Круто. Я считаю, что очень круто. Поэтому, кто будет говорить, что это район дно и так далее. Ребят, ну, давайте будем трезво смотреть на вещи. У нас некоторых хватает ума покупать Кудепс, то ли бы Северный склон Бытхи, по 450 тысяч рублей за квадратный метр. И вы себя считаете умными. Здесь 165 тысяч рублей за квадратный метр. С ремонтом я снял по 209 тысяч рублей за квадрат. А вот здесь я специально при себя приезжаю. Вот это моя мечта. Я мечтаю когда-нибудь заработать деньги и купить себе вот этот магазин «Пятерочка». Ну, точнее, помещение с договором «Пятерочка», которое заключено на 10 лет. И получать спокойно миллион рублей в месяц пассивные доходы. Я так посчитал и понял, что, в принципе, если бы мне каждый месяц падал миллион рублей, я бы, наверное, чувствовал бы себя, ну, не знаю, более-менее, ну, как бы не то, что комфортно, а, ну, как бы у меня была бы, ну, завершена моя точка безубыточности. А так, получается, каждый месяц я, там, как на иголках должен, там, зарабатывать, рвать и метать и так далее. А так вот хочется один раз сделать и все, и уже немножко расслабиться. Хотя, может быть, и мне расслабиться не получится, но все равно. Хочется, чтобы, например, ты знал, что каждый месяц, там, не знаю, ты можешь, там, куда-нибудь поехать, спокойно отдохнуть. А так, получается, я даже не могу себе позволить. Знаете, о чем я мечтаю? Вот о чем я реально мечтаю? Я мечтаю как-нибудь взять, я мечтаю как-нибудь взять и, не знаю, там, в конце концов съездить, отдохнуть куда-нибудь на две недели. На две недели мечтаю поехать и отдохнуть. Это реально моя мечта. Но я не могу себе это позволить, потому что максимум, насколько я могу просто, как бы, отвлечься, это на неделю. Ну, вот, как бы, как бы так, а хочется, вот. А если бы я знал, что в это время, там, худо-бедно, там, я свои, там, определенные моменты закрою, конечно же, я с большим удовольствием бы тоже поехал бы, там, и с большим удовольствием бы тоже и отдыхал бы, как белый человек. Здесь, конечно, тоже трэш, это стоит дом, недостроенные, побитые окна, непонятно зачем, кому это нужно окна бить. Вот я, кто-то, кто-то окна бьет, напишите мне в комментариях, вот смысл, да, вот бить окна. Вот стоит дом, да, и просто бьют окна. Ну, смысл в этом, вот смысл разбивать окна. Вот я просто не понимаю вот этого, ну, как бы, я понял смысл времени, идущего вперед, правда влет, но я не понимаю много чего. И это тоже у нас, мне кажется, Соболевка. Ну, вот эта часть, например, она ценится уже гораздо хуже, потому что, ну, здесь Соболевка такая, такая, ну, Соболевка такая, лютая, жестокая. И, да, здесь есть долгострой этот принц, блин, который не знает там, когда он там достроится, одному богу только известно. Ну, не знаю вот это, кто тоже. Вроде бы застройщик изначально показал себя вроде бы более-менее нормально, более-менее хорошо, а потом раз ни с того ни с сего, раз, и почему-то у него там все зависло и так далее. И даже как-то стыдно, потому что я здесь бегал с камерой, и принц снимал, и притом у него и документы были, и все. Но есть один момент, у него документы и все, разрешение было на три этажа, а он захотел построить пять этажей, пять этажей, ну, вот как бы так. Ну, хотя вот, если бы три этажа, я думаю, нормально, потому что принц первый и второй, вы можете посмотреть, да, они так быстро расстроились, но зато они реально, как бы, из всех этих домов, ну, не считая вот этого дома, они реально хоть что-то, что представляет какую-то ценность. Понимаете? Потому что, вот, говорю, тоже вот я посмотрел, вот, вот обычно вот застройщиков губит жадность. Понимаете? Вот реально губит жадность. В каком плане губит жадность? Да, в том плане, что, говорю, ну, построил бы ты три этажа, да сдал бы ты себе спокойно. Зачем? Вот эти, кстати, домики тоже продаются, классные домики, и, ну, вот, расположение подъездной пути оставляет жадность. Привет, сделай, пожалуйста, сделай. Угу. Спасибо. Это у нас, что у нас, Соболевка, общественный прием депутата городского собрания. Офигеть, поставили сарай, да, только он закрыт. А это что у нас такое? Раньше здесь была парковка, теперь будут цветы. Но я думаю, что, как бы, то, что раньше была парковка, людям этим было больше важно, чем цветы. Я не знаю тех людей, которые на Соболевке решат покупать друг другу цветы. Потому что здесь реально, как бы, пока доедешь, есть определенная зона некомфорта. Ну, это, я говорю, как есть, как бы, ну, давайте не будем ароматизировать. Ну, как бы, страшненько, особенно вот в этом месте, реально страшно. Страшно. И ты едешь, и ты понимаешь, что что-то, наверное, ты неправильно в этой жизни сделал. Но, ребят, все компенсируется у нас, все у нас компенсируется. Вот, как вы думаете, вот человек на этом страшном Тойоте, он думает, просто так катается? Нет, не просто так. Потому что на другой автомобиль нет возможности. Понимаете? Нет возможности. Поэтому он и вынужден передвигаться вот на таком автомобиле с рулем в бардачке. Понимаете? Как бы, здесь же не говорит о том, что что-то там... Это же не говорит о том, что там человек плохой. Нет, человек хороший, ну, просто пока не заработал на нормальный автомобиль. То же самое касается и района. Как бы, да, Соболевка, как бы, это вот, вот, как та самая Тойота с рулем в бардачке. Конечно, жить некомфортно, как бы, передвигаться некомфортно, пешком ходить некомфортно, с детьми жить некомфортно, со студентами жить некомфортно. Понимаете? Ну, реально, это вот, 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 как автомобиль с правым рулем. Но их же покупают люди, правильно? Потому что на других вариантов, как бы, ну, как бы, денег нет. И Соболевка. Я могу сказать, что я Соболевка себе бы рассматривал. Тем более, я говорю, как привел пример, да, 165 тысяч рублей за квадратный метр. 165. Готовый, сданный, подходит в ипотеку, все. Ну, есть же разница. 42 квадратных метра дешевле, чем 7 миллионов рублей, либо купить 18 квадратных метров на северном склоне бытки, где тоже ничего нет, но при этом ты возьмешь за 9,5 миллионов рублей, ты возьмешь себе, ну, непонятно что. Вот, 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 как бы так. Поэтому умом России не понять. И, знаете, как это тоже бывает, когда ты покупаешь машину с правым рулем, и ты понимаешь там, да, что там, например, с левым рулем аналогов нет в этом цене, в этом бюджете, в таком состоянии. Но когда ты смотришь, когда люди на серьезных щах, там, по 3-4 миллиона рублей покупают себе, извиняюсь за это, за мой не совсем хороший язык, ведра по, там, как бы с рулем в бардачке, ну, который не самая безопасная машина, ты удивляешься. Ладно, там за 500 тысяч можно купить, да, там, ладно, там за 400 тысяч можно купить, но когда люди покупают умышленно по 2 миллиона, по 3 миллиона, по 4 миллиона, ну, ты думаешь, наверное, люди, наверное, сумасшедшие. Ты все равно что, знаете, что? Надо все равно что, глядя, особо легко покупать по 400 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, это же из категории бреда, ну, согласнышь со мной? Это же бредятина. А вот по 160, 5 тысяч можно брать. А по 209 тысяч с ремонтом тоже можно брать. Ну, в моем понимании это так. Ладно, ползем с вами дальше. Ползем с вами, с вами, ой, блин, нифига себе уронил. Не поцарапал. О, нифига себе, включил что-то нечаянно. Ладно. Ну, это часть Соболевки, так же, как вот я говорил, есть часть, например, жилого, ну, как бы микрорайона, например, того же самого Раздольная, здесь ближе, есть дальше, есть часть, например, той же самой Бытхи, есть низ Бытхи, южный склон, горы, где ценится. Здесь примерно то же самое. Эта часть, которую там, да, как бы Лиза Чайкина, она более не котируется. Раньше автобусы вот только до сюда добегали. Два сделали односторонное движение. Но есть, например, вот на Соболевке вот та часть, которая ближе к этой дороге, так скажем, разврата и счастья, и, соответственно, данная локация более-менее котируется, более-менее котируется. К этому все здесь относительно, понимаете. Соболевка, Соболевки рознь. За вокзальный район, за вокзальному району тоже рознь. Нужно понимать, да, что и как. Вот если вам предлагают что-то там на Лиза Чайкиной, шлите этого риэлтора нахер. Или там своего друга, как обычно, друзья предлагают. И по-дружески продают всякую дичь. А если вам, например, предлагают что-нибудь в районе Олега Кашевого, я думаю, что, ну, как бы в районе Олега Кашевого вот можно рассмотреть. Ну, серьезно, можно рассмотреть. Потому что еще раз хочу вам сказать. Вот, этот центр Соболевки, говорю, здесь, как ни крути, хотя бы магазины есть, да, вот эти всякие пятерочки и так далее. Вот, кстати, вот эта часть Соболевки тоже неплохо ценится. Давайте я вам тоже покажу. А, я вам уже показывал. О, давайте покажу. О, эта часть Соболевки тоже неплохо ценится. Где у нас жилой комплекс находится Green Palace, где у нас Иллюзиум находится. Иллюзиум. Как бы здесь вот тоже неплохо. Ну, здесь автобус не ходит, нифига. Здесь вот пешком надо отсюда телепать вот дотуда, понимаете, вот пешком. Хотя, видите, магнит появился. Вот здесь вот у нас Green Palace есть. Ничего себе, сколько собака идет. Здесь, кстати, дома есть. Я даже в свое время хотел здесь дом купить. Это коттеджный поселок Верещагин. Когда-то дома продавали здесь опять 300, понимаете. Тогда были такие цены. Представляете себе? За каменные дома были такие цены. Ну, сейчас, конечно, уже таких цен нет. Это уже тоже, это уже называется СНТ Лысая гора. Хотя, блин, здесь еще Лысой горой, как говорится, даже и не пахнет. И здесь, да, начинается вот этот аттракцион невиданной щедрости, вот эти узкие дороги. Вот эти непонятные, не знаю, почему их нельзя было расширить. Понятно, что здесь вот есть вот этот же поселок Верещагин. И здесь рядышком выстроился вот такой вот интересный домик, само собой, да. Здесь уже начинается трэш-контент такой трэшовый, да. Мы попробуем сейчас выехать с вами через улицу, которую, ну, через Светлану, да, проедем. И вы скажете, что же здесь все-таки хуже, а что лучше. И, ну, прикольно. Прикольно. Таксист, наверное, на опыте скажет. Да, на скиле скажет, ничего страшного. Здесь тоже дома. Вот они здесь, эти дома сейчас продаются по 25, по 30 миллионов рублей. Ну, блин, ну, поездка в дом, это, не знаю, там, это больше связано с аттракциона страха. Ну, согласитесь со мной? Ну, трэшово, трэшово, трэшово. Раньше это была лесопосадка, здесь перепелок стреляли. Соответственно, здесь есть дома и более-менее получше, покачественнее. Знаете, вы раньше были однотипные дома, но потом раз, как где-то кто-то дагестантским камнем вам делал, кто еще что-нибудь. И каждый свой дом немножко преобразил. Преобразил. Соответственно, если вы смотрите Лысую гору и Соболевку, ну, для меня, кажется, самое страшное, куда мы сейчас с вами едем, это Лысая гора. Ну, для меня это еще страшнее, потому что Соболевка, ну, после этого не так кажется страшной, не так кажется развратным. Ну, двигайся дальше. Я с большим удовольствием подвинулся. Таксисты просто здесь, просто ненавидят этот участок дороги. Таксисты реально, как бы, здесь стараются лишний раз заказа не брать. Ну, здесь у нас человек такая скотина, он ко всему привыкает. Он, видите, как бы, девушки даже за рулем подвигаются. Вот в этом доме я завтра буду снимать студию. Студия, сразу скажу, стоит 7,5 миллионов рублей. 7,5 миллионов рублей стоит студия. Сейчас я показал за 6,900 вам полноценную 42 квадратных метра. 42. Ну, само собой, когда ко мне будет обращаться клиент с просьбой, да, я ему буду, скорее всего, уговаривать взять лучше, как бы, в два раза площадь больше, в два раза. Понимаете? Апартаменты. Здесь у нас вот псевдоквартирник. Квартирник, который введен, там, через 33 суда. Тебе на А. Ну, вот, как бы так. Про безопасность, ну, не знаю. Ну, не знаю. Я, если честно, в этом районе не продал ни одну квартиру. Вот, честно говорю. Я вот как-то первый раз приехал, когда я приехал в Суча, в 2016 году, просто здесь охерел, по-другому я никак не могу назвать, просто, просто, вот, просто. И все, и меня как бабка отшептала. Я вам серьезно говорю. Думаю, ну, как так-то? Ну, как так? Ну, вот, вот люди так. Зато они говорят, зато мы живем в 20 минутах от моря. Да какие 20 минут? Да ты до моря, пока дойдешь пять раз, сдохнешь. Ну, я по-другому не назову. На Соболевке, хотя бы ты идешь между этой Лысой горы и Альпийской горы, ты идешь по ровной поверхности на море. Здесь ты идешь, вот, вот, как ты идешь? Тихо. Здесь самое печальное, что здесь дорога с двухсторонним, блин, движением. Двухстороннее движение. Вы понимаете? Да, я здесь показывал недавно апартаменты, прям вообще халявные там, с ремонтом, с техникой, мебелью. За шесть с половиной миллионов рублей. Но даже троих пробовал провести. Но дорога, что вот в эти апартаменты за шесть пятьсот, что туда? Одна и та же, это вот такая дорога. Вот эта дорога, вы понимаете? Одна и та же дорога. Здесь эти самые жилые гаражи начинаются. Бич Сочи, вот этот бомжатник Сочи. Вот эти машины должны стоять в этих гаражах. Но в гаражах люди живут, и машины стоят непонятно как. Если машины не стояли, мы могли бы более-менее нормально проехать. Мы могли бы более-менее нормально проехать. Но мы этого сделать не сможем. И, конечно, я лишний раз не хочу. Не хочу лишний раз. Я вот не знаю там, не хочу лишний раз. Я понимаю, что это прораб, притом очень хороший, считается один из самых крутых в Сочи. Я понимаю, что привезли сюда делать ремонт. Он живет в самом острове Мечты. Он скажет, блин, нахера меня сюда привезли? Как так-то? Ну, бывает такое. Да, и в принципе, здесь страха не так много. Мы вот сейчас с вами проезжаем, и оказываемся та самая середка Лысой горы. Но это не середка, это реально вверх Лысой горы. И здесь, да, появляется наконец-то подобие тротуара. Но все равно, как бы, шире дороги от этого не становится. Комфортнее езда здесь не становится. Да, здесь есть детский садик. Вот он, да. Ну, это реально, как бы, страх Божий, добраться. И это, да, вот. И поэтому, вот, что Соболевка, что Лысая гора, наверное, что-то примерно одинаковое. Ну, реально, что-то примерно одинаковое. Что Соболевка, что это Лысая гора. Здесь, конечно, тоже очень много незаконного жилья построено. Есть, конечно, законного, но еще больше здесь незаконного жилья. Те же самые псевдоквартирники построены на землях ИЖС. Поэтому в этом месте самое безопасное жилье, это вот. Видите, вот этот старый фонд. Все. Но если, например, вот я недавно показывал квартиру в старый фонд 78 квадратных метров, показывал вам в этом, как он называется, на санаторной. Там вы можете купить за 13,5 миллионов рублей с хорошим ремонтом. То здесь ситуация немножко другая. Здесь вы, в свою очередь, сможете такую же квартиру, даже в старом фонде, минимум вам нужно потратить 20 миллионов рублей. Двадцаточку. Возьмите и отдайте. Как за здрасте. Кто-то скажет, Макс, ты ноешь. Нет, я не ною, просто у меня такие эмоции. Когда у меня другие эмоции, я по-другому. И кто-то скажет, с таким настроением слона не продашь. Ну, не продам. Ну, слава богу, что в Сочи есть много других районов, где я могу продать. Где я людям продажу гораздо лучше, небезопаснее. Сейчас мы с вами увидим ту самую школу. А еще здесь видим вот эти самые, всякие, блин, я не могу прямо здесь. Нет, если бы я ездил на Тойоте, которая стоит 400 тысяч, мне было по барабан на нее, и мне по барабану... Я, может быть, здесь тоже ехал, спокойно бы там задел зеркалом, задел. Задел там еще что-нибудь, задел. И слава богу. Ну, как бы мне машину жалко, потому что, как бы, мне деньги, как бы, не падают с неба, да. Как бы мне каждый рубль свой зарабатываю. Поэтому, конечно же, я переживаю, в конце концов. Не хочу лишний раз-то поцарапать машину. Ни свою, ни чужую. Ну, здесь, видите, это... Ну, здесь никого не дергает. Вот здесь вот утром проехать просто невозможно. Здесь та самая школа находится. Здесь те же самые, я же матеря приезжает, останавливается, как ему там боженька велел, и все. Хотя здесь вон в желтой полоске, с правой и с левой стороны, ну, никого это не дергает. Вот такая суровая штука из веселого бузулука. Ну, здесь мы сейчас выезжаем на дорогу с иносторонним движением. И вот здесь у нас самый крутой самострой стоит. Это учительская 9, жилой комплекс Витанова. Его построили с разрешением на строительство на ИЖСе, на 800-ках. Здесь было разрешение на трехэтаж дом. Но эти три этажа превратились в 19. И даже больше. Вот и все. Вот вам сочинское волшебство. Да, его убрали у нас с базы, отовсюду. От греха подальше. Ну, и, соответственно, если вдруг будут сноситься дома в этом районе, то этот дом первый претендует на это творческое мероприятие. Ну, вот сейчас, в принципе, все с вами немножко до страха, разврата. И мы с вами выехали. И это Светлана, которая всем нравится. Это Светлана, это то, что действительно круто. Здесь можно погулять. Здесь хороший магазин, который есть. Здесь можно купить цветочки. Здесь хороший санаторий. Здесь шикарная набережная. Здесь есть ночной клуб, платформа. Ну, здесь много чего есть. Реально много чего есть. И здесь реально, как бы, можно и жить, и отдыхать. И из школы имеется все. Но чего мы не можем сказать про ту же самую Лысую гору. И чего мы не скажем про Соболевку. Но есть одно весомое такое, такое одно весомое. Почему Соболевка, да? Вот смотрите. Вот от этой локации до того дома, откуда мы сейчас сделали паузу, стартанули, 2 километра 300 метров. Вот здесь апартаменты стоят миллион рублей за квадратный метр. А там апартаменты стоят 165. А разница в 2 километра, ребята. В 2 километра. Понимаете? 2 километра разница. 2 километра. И само собой, ты думаешь, блин, может проще иногда просто там пройтись. Само собой, если у кого-то есть деньги, такие, как вот, например, в этом доме, в Барселон-парк. Здесь есть у Лепса квартира, у Жириновского есть квартира. Ну, уже покойная у Жириновского, но есть. Конечно, они даже на Соболевку не посмотрят. Ну, а если вот вы смотрите там Саратова, там, не знаю, там, с Тольятти, или еще откуда-нибудь, и, извините, у вас там как бы максимум на квартиру там 5 миллионов, а вы здесь даже на Соболевке за 5 миллионов ничего не купите. Не надо бы там смотреть, там, занимать, там, может быть, немножко ипотеку добрать, то, извините, вам вот в эту локацию как бы смотреть противопоказано. Потому что, когда вы узнаете цены, у вас будет сердечный приступ, и вы можете умереть. Вы можете сдохнуть здесь, понимаете? А Соболевка, это более-менее приближенное что-то к реалям. Да, я вам серьезно говорю. Что-то приближенное к реалям. Ну, так бы так. Ну, и как ни крутить, все равно, да, если посмотреть, ну, действительно, если здраво посмотреть, Соболевка – это самый дешевый и самый близкий микрорайон Большого Сочи. Именно если мы ориентируемся от центра. И в этом есть основное достоинство Соболевки. И многие риелторы живут на Соболевке. Как бы, и многие риелторы начинают свой путь с того, что они покупают, ну, не покупают чаще всего, снимают квартиру на Соболевке. Потому что на Соболевке можно как бы снять более-менее относительно нормально. Например, даже квартира на транспортной как бы для съемок пользуется дороже и пользуется больше спросом, например, чем на той самой прекрасной Соболевке. Понимаете? И Соболевка – это хороший вариант для старта, для того, чтобы вы могли переехать, попробовать пожить. И самое интересное, что те люди, которые поживут немножко на Соболевке, они уже немножко по-другому относятся. О, видите, как он классно развернулся через газон. И уже абсолютно по-другому относятся. Потому что человек, он привыкает ко всему, даже к веревке, как говорил мой папа. И само собой, человек привыкает к тому микрорайону, где он, не знаю, где он в свою очередь прожил определенный, знает, где находится каждый магазин, знает, где находится каждый ларек, знает то, знает это. И это действительно очень круто. Понимаете? Это действительно очень круто. поэтому здесь я могу сказать, здесь я могу сказать, что, ну, нельзя так строго судить. Я потому что, ну, со своей стороны, уже немножко по-другому. Я уже немножко по-другому рассуждаю. Например, когда первую квартиру я выбирал, я выбирал между транспорта и между Соболевкой. Я выбирал между Мелодией леса, первым домом, и выбирал между Грин Пелесом. Вот я стоял вот на распутье. Либо Грин Пелес, либо транспортную. Взял, ну, либо Соболевка, либо транспортную. Я взял себе тогда Мелодия леса один. Почему я взял? Ответ был очень прост. Потому что я, в свою очередь, хотел, вот реально, в свою очередь, я хотел нормально подъездные пути не ездить, потому что я думаю, ну, как так, да? Вот я переехал 7 лет назад в Сочи, да? Мне было 35 лет. Я думаю, я 35 лет не матерился, и здесь возьму, и в 35 лет начну материться. Я, например, 35 лет не бухал, а здесь начну бухать. Потому что без бутылки водки ты особо на первых порах ты по Соболевке передвигаться не сможешь. Страшно. Как, знаете, давали фронтовые 100 грамм. Да, вот, фронтовые. А здесь дают фронтовые 300 грамм. Потому что реально страшно. Страшно передвигаться. То это вот у нас есть суровая, суровая правда жизни. Поэтому не бывает плохих районов. Есть те районы, которые вам подходят, а есть те районы, которые не подходят. Есть те районы, которые, например, являются лидером в той или иной цене. Например, вот если, например, сделаем так, да? Если я стал перед выбором, например, Соболевка либо транспортная. Конечно, транспортная. Тут даже и разговоров не может быть. Даже, даже теща проголосовала за транспортную, поэтому купил на транспортную. Даже моя дочка проголосовала за транспортную, поэтому я и квартиру купил на транспортной. И я в свое время проголосовал за транспортную. Кто там у нас? Алло. Алло. Задолбали звонками. ну например если мне поставили бы выбор соболевка или догомыс но своей стороны то что у меня вся работа происходит в центре сочи так далее я бы между догомысом выбирая и соболевкой вывал бы соболевку понимаете но если мы поставили выбором догомыс либо лазаревская я бы выбрал бы догомыс если мне поставили выбор между догомысом к примеру и например вот кудепстой догомыс однозначно догомыс есть например между например веселым и догомысом веселые ну по понтове понимаете но есть например выбирать между например догомысом например и например молдовкой я выбрал бы догомыс понимаете здесь все это относительно все относительно опять же, да, выбирая между Соболевкой и выбирая между, например, Донской там, Тимирязево и так далее я выбрал Тимирязево, пускай дальше от центра все, но там мне комфортнее на автомобиле выбирая между Соболевкой и Раздольным я могу сказать, что, наверное, сейчас бы я выбрал бы Соболевку нежели Раздольное, потому что в Раздольном с утра просто ужаснейшая пробка, я это все вижу, нереально там проехаться и все, как бы хотя три года назад я сказал бы Раздольное но сейчас бы я дал бы приглашение в Соболевке все относительно то же самое, что по Микроэн, да, выбирая там между например, Соболевкой и Макаренко ну, наверное, даже я могу сказать так что, наверное, дал бы приглашение Макаренко ну, реально, дал бы приглашение Макаренко но, если прям реально пешком несложно или какой-то есть самокат и он, например, хочет там добираться там до моря и так далее то Соболевке на самокате доехать гораздо быстрее и комфортнее получится до например, до до моря, до центра чем, например, с Микроэн-Макаренко или КСМ поэтому здесь, видите, все такое все относительно опять же, да, многие говорят мне не нужны школы, не нужны детские сады мне хочется спокойствия хочется просто жить и все Соболевка нормальный вариант ну, если же тут требование блин, мне хочется, чтобы там была школа что там, да, извините, Догомыс ну, просто даже, посмотрите даже Догомыс стоит дороже, чем Соболевка даже Догомыс, он выходит дороже понимаете? Догомыс выходит выше по цене тебе на Е вот такая злая штуковина вот такая злая штуковина поэтому все относительно в нашей жизни все вот и по районам тяжело ориентироваться ну, знаете, хорошо выбирать себе то или иное жилье или тот или иной жилой комплекс когда у тебя есть деньги когда у тебя есть безлимитная платиновая карта и те по барабану ну, когда у тебя бюджет ограничен тебе приходится искать какой-то компромисс то же самое могу сказать и про не знаю, там, то же самое могу сказать и про машины хорошо выбирать, когда у тебя там, не знаю, там захотел, пошел, купил себе Бентли, там, Бонтиагу и все. А когда у тебя там стоит там, не знаю, у тебя там 3,5 миллиона рублей, ты должен сделать свой выбор.